Когда к музыке-то дошел? Когда гитару взял? Гитару взял лет в 14. Две песни Цоя выучил девчонок, чтобы во дворе там веселить. Дети в Африке голодают, что в Америке там капитализм, а мы живем, у нас все хорошо, там родина, партия. Прям на кухне упал на колени и заорал туда. Плачу и ору, зачем ты мне себя показал? Я думаю, это же какая свобода должна быть у людей в церкви, чтобы вот так вот взять и сказать приезжий человек. Я верю не на то, что я вижу, а верю и хожу туда, во что я верю. Добрый день, дорогие друзья, с вами я, епископ Альберт Радки, наш канал «Взгляд с небесным». Сегодня у нас в студии, в гостях автор, исполнитель, певец, служитель, я даже не знаю, Роман, как. Роман Руссаненко у нас в гостях. Приветствую, Роман. Привет. У меня на столе твоя книга. Да. Это первая книга? Да. С твоими стихами? Я покажу нашим зрителям. Заказать где-то можно? Ну пока это… Это как твой альбом, да? Да, это я езжу, я его вожу с собой. Да. Только у тебя, а не пока. Только у меня пока, да. Пока, да. Ну, надеюсь, где-то появится, чтобы люди могли ознакомиться с твоими стихами. Ну, расскажи немножко о себе. Вот то, что я знаю о тебе, непростая судьба у тебя. Потому что рассказывать о себе – это долго. На самом деле, родился в Славянске, Донецкая область, 76-й год, Советский Союз. В хорошей семье, папа инженер, мама рабочая, не пили, не курили, и все было хорошо. Все было хорошо до 10-летнего возраста. И в 10 лет… Я просто, ну, как бы, рассказать о себе в плане моего служения, я всегда это использую, скажем так, как свидетельство. Ну, конечно. Потому что мне приходится, как бы, рассказывать, почему я здесь. А здесь я, скорее всего, меня вытаскивает, да, это местописание Давида, 118-й псалом, 71-й стих. «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться усталым твоим». Да, и я, как бы, я всегда почему-то автоматически говорю, да что пришлось пройти. В 10 лет родители разводятся, сдают меня в интернат, и я из комнатного ребенка за 3 года превращаюсь уже в продукт интерната. Подожди, как, и мама, и папа отказались? Ну, они не отказались, это была такая школа, школа, в понедельник ты приезжаешь, а в пятницу уезжаешь. В субботу, воскресенье ты дома. Ну, это полное нахождение. В пансионе ты был в Святохурск. И, соответственно, там были дети, многие из неполагополучных семей, многих, как меня, вот просто по обстоятельствам пожизненным дети отдали. И это меня перетрансформировало за 3 года, конечно же, не в лучшую сторону. Я был хорошистом, комнатным таким. Я помню, я после урок мира был такой, в первом, во втором, в третьем классе урок мира, да, когда нас 1 сентября собрали в классе и рассказывали о том, что мы живем в самой лучшей стране, что дети в Африке голодают, что в Америке там капитализм. А мы живем, у нас все хорошо, там родина, партия. Я помню, я вышел, иду из школы домой, солнце светит, небо голубое. У меня самая лучшая страна, у меня самый лучший родитель, я счастливый человек. Вот, я в этом жил, да. А в 10 лет это все как раз и на две половины. И все, и началась, как бы, скажем, взрослая жизнь. Потом был спорт периодически, возврат домой в родной город, начался спорт. Начались эксцессы, начались стычки. Ну, началась жизнь уже, она пошла по той траектории, в которой уже было заложено, как бы, в тот момент, да. И она пошла как-то по наклону вниз. Со своими взлетами, со своими падениями. Было училище, было полтора года энерготехникума, выгнали оттуда за драку. Потом было кулинарное училище, благо я его закончил, ну, в конце я уже начал употреблять наркотики. Несколько лет наркотиков, и меня отправляют в армию. В армию у меня передышка, перерыв на полтора года. И потом, потом обратно наркотики, и потом уже наркотики, наркотики, города, страны, розыски, люди. И это как комом, 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 комом. И до 28 лет у меня уже полный набор. 5 передозировок, 3 клинические смерти, диагнозы все, какие может собрать наркозависимый человек. И я в 28 лет попадаю в центр реабилитации города Славянска. И начинается новая эпоха в моей жизни. Это было 17 лет назад. И на самом деле, оглядываясь назад, я понимаю, что... Ну, у меня было такое в юности, в детстве, я думал, доживу до 28 лет, и все. Почему именно 28 лет? Не знаю, вот была у меня такая цифра, 28. Дальше я пойму, что жизни нет, все, старики и старость. У меня было такое в детстве. Ну, 28, я пойму, это потолок. И так произошло, когда попал в центр реабилитации, я уже умирал. И я чувствовал себя на все 70. И когда Господь пришел в мое сердце через проповедь одного брата, то пришло новое рождение. Скажи, вот путь в реабилитацию, ты сам захотел? Как вот люди сами идут? Кто-то тебя подтолкнул? Безысходность. Что было в тот момент в твоей голове, в твоем сердце? Первый раз я попал в реабилитацию в 2009 году, ой, в 99-м году. Ну, это мне хватило на сутки, я ушел оттуда. Но долгие пять лет. И второй раз я попал сам. Первый раз меня привезли, второй раз я попал сам. Потому что за пять лет произошли все-все события, которые полностью пустили меня на дно. Ну, это, знаете, это даже не то, что прямо там пошел. Все, некуда просто было идти. Все двери закрыты. Родители умерли в 2000-м. Двери все закрыты. Родственники видят, что пропал. И все, и просто уже как бы вот одна дорога была. И вот я пошел по этой дороге. Ну, это как бы была уже безнадега. Вот одна тропинка. Или ты по ней идешь, или просто уже идти некуда. Поэтому это как-то было вот так. Ну, когда ты вот перешел этот рубеж в 28, что-то изменилось? Свет какой-то ты увидел? Жизнь по-новому что-то? Это вот произошло в репцентре. Расскажи. Что произошло в репцентре? Как с тобой было? Знаешь, по-разному с людьми же происходит. То, что называется первая любовь? Наверное. Да. Был момент у меня. Это из разряда мистики, наверное. Я иногда делюсь этим моментом. Нас в репцентре помещали в карантин на две недели. И когда время карантина мое начало заканчиваться, а у меня был туберкулез, я плохо ходил, уже кашлял, ничего не ел. А ребята, которые в репцентре, у нас было около 30 человек, очень многие из них, они были сидевшие, которые знают, что такое туберкулез. И настояли, позвали сотрудников, служителей в центре, настояли, говорят, слушай, нам не нужен такой сосед. И меня позвали, говорят, слушай, съезди домой, там, обследуйся, возьми справки, таблетки, ну, чтобы ты приехал, и чтобы мы были, мы знали, ну, оказывается, бывают разные формы. То есть, какие-то активные, я даже не знаю. Ну, заразные, незаразные, как проказы. И вот в тот день для меня... А я уже поверил, я уже поверил, что Бог есть, что у Него есть на меня план, новая жизнь. И тут меня зовут, я говорю, слушай, ну, тебе надо покинуть территорию центра, ей домой и делать вам свои дела. И квартира была пустая, она сдавалась в то время, когда я там где-то, брат где-то был на заработках родной, младше меня на 10 лет. И я пришел, взял ключи у соседки, зашел в квартиру. Пустая квартира, разрушенная полностью. Пустая кухня, грязная плита, кружка, заварка и вода из-под крана. Ну, я думаю, ну что, хотя бы чай купил. Начинаю заваривать чай. И в этот момент на меня как будто бы вот ополчились все демоны. В этот момент пришло реальное осознание тупика, безнадеги. Все диагнозы, на работу не устроятся, денег нет, никого нету, один. Еще из репцентра торнули? Ну, еще как бы попросили, да, из репцентра. И я помню, что я мешаю ложкой чая в кружке, что на плите варится. Не было даже ни чая, ни просто в кружке. Рука дрожит, дрожит от напряжения. Вот того напряжения, которое брушилось на меня. Да, и есть такое выражение, золотой укол наркомму, да, когда выбирается доза, ну, большая. И человек вгоняет в себя, ну, и убивает себя перед дозировкой. И по факту как-то вот, ну, вот это вот единственная такая мысль, которая в тот момент, вот она мелькала где-то, да. Вот, ну, из-за того, что я уже в репцентре был какое-то время, поверил, услышал благую весть, да. Я упал на колени там, прямо на кухне, упал на колени и заорал туда. Плачу и ору, зачем ты мне себя показал, дал надежду, чтобы я сдох в этой пустой квартире. Просто заорал и плачу, стою на коленях. И в этот момент, как будто чья-то тёплая рука опустилась мне на голову и вот так погладила с головы до самых пяток. И вот пришла информация вот сюда, в дух. Это не были слова. Я словами, я могу передать эту информацию так, что не передать. Не переживай, я тебя услышал. С этого момента с тобой ничего плохого в жизни не произойдёт. То есть, это была вот такая информация, но это не слова. Это не было словами, это просто вот пришёл покой. И вот ещё вот это поглаживание. Наверное, тот язык, который ты мог тогда воспринять. Бог, наверное, так с тобой поговорил. Да. И тяжесть ушла. Безнадёга ушла. Всё, как будто демоны отступили. Я встал с колена, я встал уже другим человеком. Просто страх куда-то ушёл. Вот просто, как будто не было плиты, задышалась хорошо. И закружилась голова. Просто закружилась голова, такое пришло лёгкое опьянение. И вот где-то вот после этого разговора, после этой беседы, около двух недель у меня было такое каждый день. Я просыпался. Травка зелёная. Небо голубое. Солнце светит. Все братья, все сёстры. Я помню, иду, смотрю на звёзды. Именно в этот период, двухнедельный. И говорю, можешь меня забирать, я готов. Серьёзно. Так легко было. Вообще ничего. Я реально на тот момент, я понимал, что я готов. Можешь меня забирать. Ну, у меня другие планы. Поэтому до сих пор сейчас. А ты вернулся потом в липсад? Да, как-то всё сложилось. Нашлись люди, нашли мне таблетки. Бог мне даёт по жизни хороших людей. Много хороших людей. И вот я смотрю, чем больше я иду в христианстве, чем больше я иду в проповеди Евангелия, в музыке, тем больше и больше хороших людей на пути. Вот правда. Люди, которые верят, верят в Бога, верят в Тебя, в твоё творчество, в твою миссию. Много таких людей, которые помогают, поддерживают, вдохновляют, напишут, позвонят, смс-ка. Просто огромное количество хороших людей. И после реабилитации тоже нашлись люди. Таблетки нашлись. Договорились как-то мне без прописки. Мне доктор выписал, поставили мне на учёт. Барсучий жир привезли, мёд привезли. И так потихоньку-потихоньку я начал восстанавливаться, трудиться в репсцентре. А, обследовали меня, нашли какую-то такую непонятную, неактивную форму. Дали мне справку. И я своей справкой приехал в репсцентр и начал дальше проходить реабилитацию. Вот как-то так. Когда к музыке-то дошёл? Когда гитару взял? Гитару взял лет в 14 две песни Цоя выучил, так, девчонок, чтобы во дворе там веселить. Поэтому аккорды знал, 4 аккорда. А уже в центре, в самом, когда пошли, вот уже конкретно тексты пришли, и пришло понимание, что не мои тексты, а оттуда. Начал писать, начал как-то аккорды подбирать, и оттуда всё пошло. В репсцентр же, всё оттуда. Когда ты в Питер переехал? 13 лет назад я переехал в Питер. Уже женатый или это нашёл свою судьбу? Ну, у меня тоже такая была интересная история. У меня была семья в Харькове, мы жили 6 лет, до реабилитации. Это был хороший человек, который хлебнул со мной чашу полную. И потом после репсцентра я вернулся, ну, для меня это была зона комфорта, я был другой. И мы поняли, что мы как-то уже не то. Мы буквально пару лет вместе побыли, потом меня пригласили в Питер, я сказал, что я еду служить. Ну, как-то я был отпущен, потом также на расстоянии я был разведён, и когда я понял, что я свободен, начал молиться, начал думать, начал искать, и вот Бог дал мне нынешнюю жену уже здесь, в Питере. Дети? Да, двое. Маленькие? 8 и 11. Когда же ты их видишь? Ты же постоянно в разъездах. Ну, нет. Например, если взять постоянно в разъездах, 18-й год я был в Питере, потому что это была запись альбома, и 9 месяцев, с января по сентябрь или по октябрь, это была запись, это я был 18-й год, я был в Питере весь, 19-й год был в разъездах, но дети ездили со мной, то есть, и они ездили в Германию, и в Израиле, и по Европе катались, они со мной, то один, то другой, но как-то их семья в этом участвовала. 20-й год нас всех очень сблизил, границы закрылись, служения закрылись, поэтому мы были вместе. Не только вот сейчас, начиная с мая, июнь, июля, август пошли опять, пошло служение. Тебя приглашают? Ну, когда как, когда приглашают, когда сам звоню, говорю, хочу приехать, там какое-то мероприятие, какой-то анти наркотический фо, там, как бы, потому что на самом деле есть несколько вещей, да, я не знаю, как раньше, да, но раньше, наверное, было проще все-таки, сейчас все происходит в основном по какой-то протекции, скажем так, да, то есть, если протекция, или есть христианское радио, или есть еще что-нибудь, там, ну, правда, сейчас интернет очень хорошо тоже делает некие вещи, да, ну, по-разному происходит, иногда, привет, приезжай, там, иногда сам звоню, говорю, так и так, знаю, что вы занимаетесь тем-то, тем-то, хочу послужить, то есть, 50 на 50. Ну, вот твое служение сегодняшнее, оно же не только связано с репоцентрами, да, но ты и по церквям ездишь, даешь концерты, служишь в прославлении, ну, по крайней мере, последнее, то, что я видел, то, что мы на канале давали, это был в Киеве, церковь в Скине. То есть, и так, и так. И так, и так, тюрьма, тюрьмы, я в Питере вхожу в команду тюремного служения, у нас Ян Волков, директор ТБН, вот, он организовал очень хорошую команду, у нас порядка 30 человек в этой команде, все тюрьмы открыты. Музыканты в основном? Нет, музыканты у нас трое в этой команде, там очень большие, там очень большие направления, там есть Ёлка Ангела, это такое направление, когда детям дарят подарки, женщины, которые заключенные, а дети здесь на свободе. Светлый взгляд, где заключенным меряют зрение и дают очки и вручают Новый Завет, то есть, много направлений, есть школы, есть организации, организации там поместных домашних групп в тюрьмах, прям, то есть, и много-много направлений. Музыкантов у нас там трое или четверо во всем там служения. Но в основном это Питер, да, и область, наверное. Питер и область, да, но это наш охват, Питер и область, да, но сейчас, я слышу, в Краснодаре тоже там проходят акции, то есть, как-то, ну, это все расширяется. Но пускают, потому что все говорят, знаешь, вот так вот, повторяем ноги, да никуда не пускают, все закрыто, нигде ничего, ну, вот беседую сразу, знаешь, недавно у нас и Гера был, мы тоже общались с ним, слушай, говорит, ну, кто хочет, дверь-то открыта, служить людям. Да, да. То есть, это миф сейчас, который многие придумали сами и верят в него, что все закрыто, нигде проповедовать нельзя, нигде слово говорить нельзя. Да нет, я думаю, нет, это на самом деле было бы желание. Кто-то ищет возможности, кто-то причину, ну, все, кто-то ищет возможности, кто-то причину. Я, ну, вот интересная тоже ситуация, я вот этот раз, я в четверг, ровно неделю назад, я выехал в Украину. Расскажи поподробнее, мы же вообще ничего не знаем, что там происходит, ну, кроме интернета и тех, кто смотрит российские новости оттуда, черпает какую-то информацию. Ну, эта тема, она очень тонкая, по той простой причине, я сам оттуда, да, но 13 лет я живу здесь. Ну. Ты сразу в Киев приехал? Нет, я проехался по всей Украине. Ну, а въезжал? Нет, конкретно, вот сейчас моя была поездка, она была на неделю, я перешел в Белгороде, меня встретили, отвезли в Харьков, я сел на автобус, доехал до Киева, там меня встретил товарищ, друг детства, тоже оказался брат, через 30 лет мы с ним встретились в Коростыне, вот, и я приехал в Коростыне. Ну, вот расскажи первое впечатление, 13 лет не было, прям сразу фашисты на границе встретили? Нет, нету такого, ну, как бы я сразу скажу. Я иронизирую, то есть, ты не видел распятых мальчиков, ничего такого, вдоль дорог не стоит? Нет, ничего нет, по той простой причине, на самом деле, что, во-первых, я скажу так, боль поутихла, ну, как бы так вот, то есть, ну, вот эти атаки пиарные, они все равно поутихли, и, ну, во-вторых, мне кажется, все равно я нахожусь под определенной благодатью, потому что я понимаю, что все равно националисты есть, как и с той стороны, так и с нашей стороны, но мне повезло, я все равно среди христиан, то есть, я среди христиан, и я общался с капелланами, я общался с теми, кто на прифронтовой зоне служит капелланами, мне показывали видео, где два капеллана идут, снимают себя на телефон, и мимо, ну, пуля снайпера просвистела, вот прямо вот они в телефон, и пуля снайпера, они упали на землю, и этот человек, он знает, что я приехал из Питера, он меня принимает, мы пьем с ним кофе, мы разговариваем, и это вполне, как бы, нормальная беседа, то есть, и на самом деле, я был на западной Украине, я везде разговаривал на русском языке, в кафе, в общественном транспорте, ну, на улицах, да, мы останавливались, мы это, я служил там на русском языке, никто, ни слова, ни полуслова, машины с русскими номерами ездят по всей Украине, то есть, как бы, ну, картинка мира, в принципе, одинаковая, и христианство, оно по факту одинаковое, так же, как и мир, который сейчас глобализуется, становится более материальным, и все то же самое, и в реабилитации то же самое, то есть, та реабилитация, которая была 17 лет назад, и та реабилитация, которая сейчас, это совершенно разные реабилитации, да, потому что пришли проекты, пришли, скажем так, много-много рычагов, которых не было. Ну, а наркотики же тоже разные, вот я знаю, здесь у нас, в России, многие ребята, которые раньше сидели, ну, на, если можно так сказать, на обычных наркотиках, да, ну, то сейчас на солях, еще на каких-то этих приходят, говорят, они безумные какие-то, мы, говорят, даже не знаем, как с ними работать. Да, да, наркотики сейчас, вот, в этом плане дьявол как-то упростил задачу, потому что реабилитация, она все равно через мозги, все равно через мозги, потому что информация, чтобы упасть в сердце, она обрабатывается все равно в мозгах, а когда отключаются мозги, работать не с кем. Вот, и сейчас наркотик, он сразу отключает мозги, то есть год солей, год химии, и все, и перед тобой растения, которым надо около года только пробыть в репцентре, просто питаться, ничего не употреблять, чтобы у него начала работать голова. Только потом с ним можно о чем-то разговаривать. Ну, есть вот такое восстановление, но не все с ними еще, но покончено. Я слышал, что некоторые руки опускают даже, что говорят, ну, невозможно с солевыми работать, у них ты не поймешь, сегодня он нормальный, завтра он может с крыши сигануть. И есть хорошие примеры. Есть уже, да? Всегда есть хорошая практика, всегда. Если бы не было хорошей практики, с ними бы не работали. Бог действует, Бог живой. Действует, конечно. Бог действует, Бог живой, да. Ну, ты кроме Украины, ты же был, и Германии, и Израиль, ты много ездишь. Скажи, что ты видишь в церквях? Какие они церкви? Вот знаешь, меня в последнее время интересует тема соборности церкви, да? Вот как церковь живет в общинах. Я сам был в Израиле много лет назад, и первый раз, когда я там очутился, очутился не в туристической группе, до сих пор ни разу не был в туристах, которым все внушают. Знаешь, туристы едут, они верят, особенно наши христиане, что все с флагами скачут там, около стены плача весь Израиль собирается, хаванагила поет и танцует, и больше ничего не делает. А когда ты, ну, я для себя это решил, я был за забором, я увидел реальную жизнь. Был в магазинах, где стоят эти детекторы, которые тогда уже стояли, лет 10-15 назад, где люди с автоматами везде и всюду. В автобусах ездят из города в город, когда ребята-молодежь едут на отдых, заходят там с пулеметами, с автоматами все, и мест нет, они на рюкзаке валятся на полу и спят там, в автобусе пока едешь куда-то. И вот есть разница в церквях, в деноминациях, в чем-то. Вот знаешь, мне что интересно, ну, упрощая вопрос, да, есть же свободные церкви, которые живут сами по себе, а есть церкви, которые вот состоят в каких-то вертикальных структурах. Вот ты видел такую разницу или нет в стралах? Отличаются они? Церкви как общины и церкви, которые вот подотчетно куда-то... Я буду говорить сугубо лично свое мнение. А мне интересно твое мнение. Вот со стороны. Опять, со своей колокольни. Я буду говорить с колокольни, скажем, музыканта, евангелистов. Буду говорить так. С чем я столкнулся, если брать вот Израиль. Небольшие общины. Практически нет объединений как таковых. Ну, как-то вот общинки создаются русскоязычными. Начинают там есть какие-то общие молитвы, общие какие-то. Но это как таковых объединяет сам Израиль, он как сам по себе. Поэтому есть общины. Они живут, они общаются между собой. Но нет какой-то, знаете, структурности в нашем понимании. Все как-то живут, все как-то дружат, но все как-то вот свое видение у каждого. И вот поэтому, как там, что происходит? Я приехал, отслужил. И дальше уже люди смотрят коэффициент полезного действия. И дальше там прошел звонок или там это. И пожалуйста, поедь послужи, поедь послужи. Это вот по Израилю. По Германии, да, у меня было несколько, часть даже служений. Так получилось, что были организованы церкви, которые не вошли ни в какое. Германия, у нее большие объединения. И немецких церквей, и русских церквей. И я знаю эти русскоговорящие церкви. Я знаю, кто возглавляет эти церкви. Я знаю, лично знаком с этими пасторами. И там немножко уже, как мне, по сравнению с Израилем, уже было чуть-чуть посложнее. Почему? Потому что ты, например, послужил где-то. Кто-то сделал свою собственную оценку и передал эту оценку дальше. И, соответственно, такая цепная реакция прошла. И дальше уже нету диалога. Но опять, это же не только там, не только в Германии. Но когда, я не знаю, с чему ты связан, но я догадываюсь, конечно. Когда мне позвонил пастор одной церкви, я нахожусь в Питере, он в Германии. Он говорит, я слышал о тебе, и я получил в духе тебя пригласить. Я говорю, окей. Он говорит, но теперь я вынесу это на совет в церкви. Мы будем молиться, советоваться. Нам нужно три дня. Через три дня я тебе скажу. Проходит три дня, он мне перезванивает. Мы помолились, и большинство людей получили, что ты нам нужен. Приезжай. Я приехал, я у них послужил, я жил у него. Мы общались, ходили, молились. Я служил, и он меня тут же перенаправил в дочернюю церковь в соседнюю область. Это произошло. Но что самое интересное? Когда-то они вышли из одной церкви, сделали общину с домашней группой, начали расширяться, расширяться. Бог их благословил домом, потом своим собственным помещением. Они вышли, но они никуда не вошли. Они действуют как самодостаточная, отдельно взятая церковь. Плюс свои дочерние церкви. Плюс свои дочерние церкви. И таких служений было несколько. В чем их отличие от церквей, которые дименционные? Они более свободные. Свободные в чем? Свободные в движениях. Понимаете, очень много вещей, которые придумывают люди, они начинают ограничивать действия Духа Святого. Я не побоюсь этого слова. У меня было в Питере. Я служил на одной очень яркой молитвенной. Меня пригласил пастор один. Я ослужил. Это была сборная молитвенная. И послужили. Я спускаюсь вниз. Я говорю пастору, ну как вам, понравилось? Она говорит, да, очень хорошо. Прямо все действие. Я говорю, пригласите к себе. Она говорит, нет. Почему? Ну, потому что в моей церкви есть видение, есть учение, и ты не вписываешься. И у меня мысль возникла. Если мы молимся о пробуждении, то мы, получается, мы ждем пробуждения так, как мы его понимаем. Или как хотим. Или как хотим. То есть, если мы молимся, то оно должно к нам прийти. Вот так, вот так и вот так. И никак иначе. Как пастор тебе сказал. И не надо больше, потому что у нас свое видение, и нам не надо размешивать кухню. С одной стороны, может быть это и правильно. Я не знаю. Это сугубо мое мнение. То, с чем столкнулся я. Мое крайнее служение в Киеве. Я служил в Коростыне, в тюрьме, в реп-центре. И буквально по звонку мне позвонили, что есть церковь в Киеве. Семь лет церкви. На 90% состоит из зависимых. В данный момент так получилось, что пастор улетел в Германию. И вот в это воскресенье можно послужить. И когда я приехал к ним, я сел со вторым пастором. Мы вдвоем перед служением начинаем разговаривать. Я вижу, нет прославления. Я ему говорю, а где прославление? Он говорит, так мы же тебе отдаем все служение. Я говорю, ок, это хорошо, что я левит. И потом я автоматически, я думаю, это же какая свобода должна быть у людей в церкви, чтобы вот так вот взять и сказать, приезжий человек, они меня не знали до этого. За три дня до этого они меня не знали. Я приехал по рекомендации. Ты начал с того, что пастор уехал, главный, старший. И тогда меня пригласили. И тогда свобода началась. Нет, нет, нет. Там была такая ситуация, что это он. Это он меня пригласил. Скажем так, он говорит, как раз хорошо. Я уезжаю и сейчас есть возможность. Мы потом с ним созванивались, списывались. Он говорит, мне очень хочется с тобой познакомиться, пообщаться. И я ему задаю вопрос, говорю, слушай, вы в какое объединение входите? Ну, и он такой говорит, ну, пока не в какое. Семь лет церкви. Строят свое здание. Там, не помню, сколько у них своих репцентров уже они пооткрывали. И я поймал себя на мысли. Опять, я знаю, что я сейчас говорю какие-то вещи, которые вызовут некий шквал у религиозных, ортодоксальных, деноминационных, может быть, пастырей, служителей. Потому что много-много-много мы проходим про чип... Ну, нас чипируют. Да, и как бы нас лишает некой свободы. Свободы в выборе, свободы действий, свободы разговоров. Поэтому я знаю, что сейчас, скорее всего, я сыплю кому-то соль на рану. Но я не могу этого не сказать. Потому что когда дышится к деду, ну, как бы опять это надо очень тонко все воспринимать. Потому что многие деятели могут взять, сейчас вырвать у меня из контекста, и сказать, глянь, посмотри, он парень. На самом деле у меня есть церковь, у меня есть пастырь. Я подотчетный. Мои все передвижения знают. Молятся. Молятся. У меня есть молитвенная команда. Шесть человек на Украине, несколько человек в России. Люди, которые знают, которых Бог положил на сердце, молятся за меня. У меня есть человек, которому я исповедуюсь, с которым я на связи каждый день. Это человек, который наблюдает за мной, тоже молится за меня. Поэтому я знаю, что как бы институт церкви нужен. Ты знаешь, я хочу тебе сказать, что может быть не будет такого шквала. Все больше и больше пастырей сегодня. И епископов тоже задумываются о том, о чем мы с тобой говорим. Не об этой вертикали. Уже настолько устали. Вот заглотку всех держат уже. Понимаешь? И все хотят свободы. Все хотят вот этих дружеских, нормальных, горизонтальных отношений. Чтобы можно было позвонить, не спрашивая кого-то где-то. Ты знаешь того, того. А помолиться действительно. Вот показательно, да? Пастор позвонил. Причем для меня это очень интересно. Не сначала три дня в молитве, вот немецкий пастор, о котором ты говоришь. Позвонил, сказал, три дня мы побудем. Знаешь, но для меня это странно слышать сейчас. Ну, казалось бы, помолись три дня сначала, а потом позвони и приглашай, чтобы вы уже согласились. Ну, можно, можно. Может быть странно. Может быть странно. Но это интересно. Понимаешь? Вот есть опыт. Скорее всего, с его стороны ему важен был коннект со мной сначала. Может быть я ляпну что-нибудь и ему не надо будет призывать к молитве, скажем так. То есть, сначала был коннект. Где-то в духе он понял, что коннект состоялся и можно дальше уже высвобождать, как бы кандидатуру пригласить. Вот. И мысль еще, да, вот у меня одна тоже как бы интересная, что есть моменты, они как бы вот людьми искусственно созданы. Туда ходи, сюда не ходи. С этим дружи, с этим не дружи. Туда, с этим дружи, ай-яй-яй. Ну, я понимаю беспокойство, но я знаю точно, что если ты ходишь по духу, если ты как бы хочешь своим людям добра, если ты являешь собой показатель любви, терпения, милосердия, твои умцы не разберутся. Угу. И все. Если ты в этом живешь, если ты как бы живешь благословенной жизнью, Бог тебя обеспечит. Тебе не надо будет как бы бояться там, что рухнет. Контролировать людей. Да, да. Знаешь, это вот страшная сторона религиозного мира. Даже в мире так люди не живут, чтобы вот кого-то вот взять в свои тиски. У нас есть объединение одно, я не буду называть его, есть. Я дружу с одним пастором уже на протяжении трех или четырех лет. Он говорит, мы хорошие отношения, мы дружим. И я не знал ничего об их объединении. А он видит мои передвижения, мои служения. Я ему говорю, когда ты меня пригласишь? И все как-то вот у нас уже вот-вот-вот, а потом раз и нет. Вот-вот-вот, раз и нет. И потом мы сидим как-то за столом уже с другими людьми. Я говорю, я не могу понять, что происходит. А мне говорят, ты что, не знал? Я говорю, в смысле? Они никого не приглашают. А это замкнутая структура, которая никого вообще не приглашает. Совсем никого. Полностью никого. То есть это вот между собой только свои по своим ездят. И я недавно столкнулся. Потом еще есть одно объединение тоже, с которым я дружил. И потом, когда мы начали разговаривать, разговаривать, разговаривать о каком-то служении, мне вдруг они меня огорошили. Они говорят, ты знаешь, мы недавно собрались с пастырским составом и приняли, что мы уже никого приглашать не будем. Все. Мы собрались с пастырским составом и приняли, что в нашем объединении служим только мы. Очень дружелюбно. Ну вот как-то так. Знаешь, как Библия говорит, кто хочет иметь друзей, будет дружелюбным. Да. А так закрыться. Ну знаешь, это напоминает картину в той же Америке, может, годы 70-80-е. Ну максимум 90-е. Там проповедники тоже кругами своими дружили, друг к другу ездили, проповедовали. Ты или в этом круге, или в другом круге. И у нас какая-то запоздалая вот эта картина не лучшего. Мы берем все почему-то запоздалое. И самое худшее, мне кажется. Нет, мы это не берем. Это естественно, мне кажется. То, что было в Америке 100 лет назад, к нам пришло 30 лет назад. Если в Америке сейчас музыка Госпел, она практически всеамериканская. Если у них есть студии Госпел, если у них есть радио Госпел, если у них номинации есть Госпел. Это христианская музыка. Ну вот Витни Хьюстон. Откуда она вышла? Она вышла из баптистского хора. То есть, у них это все поставлено на хороших студиях. Это вложены хорошие деньги, хорошие голоса, хорошие музыканты. Мы к этому только идем. Вот мы подошли к твоему творчеству. Я знаю, что твоя миссия, насколько я тебя понял, это не просто служить христианскому миру, но быть еще на стыке двух миров. Вот мы свою работу на канале также видим. Я старался, и мы стараемся всей командой, чтобы нам стать вот на границе двух миров, христианского и нехристианского мира. Соединять эти миры, если есть возможности. А возможностей очень много. Ты прав. Вот этот принцип, кто хочет ищет возможности, кто не хочет ищет причины. Это всегда работает. Вот твое творчество оно такое. Я знаю, ты знаком с многими известными у нас в России музыкантами, певцами. И ты стараешься работать с ними. И это тоже твоя миссия. Это Господь тебя туда посылает. Общаться с ними на профессиональном уровне, как музыкант. И все равно люди же видят, как ты живешь. Люди слышат слова, которые говоришь. Люди чувствуют тонко твои принципы жизненные, как ты живешь. Чувствуют те границы, которые ты готов перейти, и которые ты не можешь перейти, потому что есть стержень внутри тебя. Расскажи немножко вот об этой своей жизни. О жизни вот на стыке двух миров. Кого ты из музыкантов знаешь? С кем ты вместе трудишься, работаешь? Какие-то проекты у тебя новые есть? Это целый пласт моей жизни. Если вернуться в реабилитацию, я начну с далека. Я видел несколько цветных снов. Около пяти снов. Это были пророческие сны. Я в них жил. Я их запомнил, когда проснулся. Во сне был диалог с Богом. И один из таких снов, где я пою на сцене, на большой сцене, и говорю о Боге. Это стадион. И люди. Я выхожу и говорю о Боге. Прошли годы. Я переехал в Питер, начал трудиться в сфере реабилитации. И потом мне позвонили с фестиваля «Мир без наркотиков». Есть такой Евгений Николаевич Мачулов. Сам трезвенник. 25 лет трезвости у него. Он прошел, кажется, Миннесотовскую программу в Америке. Когда только-только первые американские приезжали сюда люди. Трезвенники, анонимные. Они выдергивали наших музыкантов. И возили их трезвиться в Америку. Вкладывая в них принципы анонимных алкоголиков. Олег Горкуша там был. И он позвонил мне лично и говорит, мы ищем бывшего зависимого, который умеет играть песни и рассказывать о своей судьбе на сцене. Приезжаю и… То есть мирские люди позвонили и предложили тебе, как христианину, свидетельствовать, рассказывать о своей жизни. Ну так, скажем так… Я нашим языком. Сам генеральный продюсер, он очень верующий христианин. Православный. Но он очень верующий, потому что его принципы, они идут по принципам трезвенников. А анонимные алкоголики, они соблюдают практически… Ну, не практически… Все… Все… По факту, все, что написано в Библии. Потому что по-другому не получится. Вот. Поэтому это был верующий человек. И, соответственно, когда я попал к нему в кабинет, мы с ним разговорились. Я рассказал ему встречи с Христом на кухне. Угу. И он понял. Он это почувствовал. Я говорю, давай, ты мне нужен на сцене. У тебя будет гитара. И когда я вышел на сцену… Кстати, первый меня выводил на сцену православный священник. Это было на «Мир без наркотиков» в юбилейном, там, где убили Талькова. Я рассказал вкратце о себе, я спел песню и прочитал стих. «Как много улетает в небо никем не занятых крестов, кто пренебрег и не поверил, что крест является мостом. Мостом между небом и землей, мостом из темноты во свет, что твой же крест, который взял ты, тебя спасет от многих бед. Когда-то каждому из нас Господь сказал поднять свой крест и с Ним пройти весь путь земной, пройти до самых, до небес. Но только многие не поняв, а многие не захотев, через Него переступили и умерли, так не взлетев». Там было порядка от трех до пяти тысяч людей, молодых людей. И это было сказано с большой сцены. Поэтому этот сон, он сбылся. Бог дал дар коммуникации и знакомства с людьми. Я не стесняюсь своей истории, своих диагнозов. Опять же, возвращаясь к тому, что благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим. И не стесняюсь делиться откровениями. Потому что одно из моих первых откровений в репцентре, это было глобальное откровение. Я его называю фундаментальным. Бог иногда дает короткие откровения. На неделю, на месяц, на год. А бывает фундаментальное на всю жизнь. Вот мое первое знакомство с Евангелием и с Богом произошло через фундаментальное для меня откровение. Это вторая карифина, пятая глава, седьмой стих. Ибо мы ходим верой, а не видением. И вот на протяжении 17 лет мои глаза натыкаются на разные-разные вещи. И если бы у меня не было этого фундаментального откровения, я бы давным-давно пошел бы туда, на что натыкаются мои глаза, или сделал бы какие-то выводы, на что натыкаются мои глаза. Но благодаря тому, что я верю, что вопреки тому, на что натыкаются мои глаза, любящим Бога все содействует ко благу. Что имя Господа крепкая башня. Аминь. То есть я верю не на то, что я вижу, а в то, что я хожу туда, во что я верю. Как продолжалась твоя работа в этой сфере с музыкантами, с известными людьми? Мир без наркотиков меня познакомил с огромным количеством музыкантов, которые были хедлайнерами на этих сценах. Это было на протяжении антинаркотических лагерях, которые устраивались с Национальным антинаркотическим союзом, которые тоже приглашали топовых музыкантов. Ну, кто, например? С кем ты пел? Олег Газманов, Денис Майданов, Настя Полева. Это первый состав «Наутилуса». Она пела «Летучий фрегат», снималась в фильме «Брат». Маша Макарова. Мы просто дружим с Машей. Это отличная девчонка, женщина, мать троих детей, прожившая тоже интересную судьбу, справившаяся со зависимостью. Мы дружим с ней, мы помогаем. Если кто-то попадает в какую-то ситуацию, мы созваниваемся, общаемся. Мне в Германии один пастор сказал открытым текстом, что Рома, ваше время музыкантов, евангелистов прошло. Вот открытым текстом. По крайней мере, в Германии точно. Говорит, все, церкви становятся немецкоязычными. Потом мы встретились с ним буквально через пару месяцев. Я ему рассказал, засвидетельствовал. Он согласился, что Бога нельзя ограничивать. У Бога нет такого, что время что-то прошло. Он вне времени и вне пространства. Если ты находишься в своем промысле, то двери будут открываться. И Бог будет приводить и открывать двери. Где ты нужен, где есть потребность. То есть, не удалось немецкому педантичному пастору Бога загнать в свои рамки? Сказать, этого больше нету, того нету, другого нету. Здесь вопрос даже не в немецкой педантичности. Здесь больше уже может быть в религиозном складе ума. Есть опыт христианской жизни, есть привычки. Так встал, так помолился, это сделал, так попастился. Вот это работает. Вот это работает. Вот так сделал, прошел пять кругов, туда повернулся. Это сказал, все это работает. Грубо говоря, совсем грубо говоря. Я понимаю, понимаю о чем. И поэтому, когда ты говоришь, давай попробуем в противоположную сторону, сделаем, например. Все то же самое, только в противоположную сторону. Не-не-не, тут что-то не работает. Мы не будем даже это пробовать. А вдруг? А вдруг? Поэтому, здесь даже не вопрос. Прекрасная земля, добрые люди. Вопреки этой немецкой сытости, они умудряются прорываться. Они умудряются делать хорошее служение. Они умудряются помогать. Они делают огромную миссию. Они поддерживают огромное количество людей, которых только я знаю. Поэтому, дай Бог им здоровья и, как бы, это, ну, по факту, хорошая земля. Несмотря на то, что у нас вот немножко, немножко, более-менее мы начали жить сыто. Вот, скажем так, вот, да, в том же самое реабилитации. Там, за последние 15 лет сектор реабилитационный поменялся с какими-то принципами. И все, и пришла некая сытость. И из-за этой сытости пришла теплота. Ну, нескрываемая теплота в церквях. Ну, как бы, об этом, об этом можно, как бы, ну, я мечтаю попасть в Сибирь и на Урал. Вот я мечтаю. Потому что я смотрю иногда в интернете то, что они там делают. И я очень сильно туда хочу. Я просто, может быть, кто-то увидит эту передачу, скажет, приезжай, окунись. Слушай, ты нас удивил сегодня. Сказал, что в Германии звонят тебе ребята и говорят, смотрим канал «Взгляд с небесный» и твои выступления там. Нет, человек вообще вас смотрит по факту. Он очень удивился, когда увидел меня на вашем канале. У меня была с ним беседа. Он классный, он молодой пастырь, такой юморной, с непростой судьбой. Мы дружим с ним. Я служил у него несколько раз. Вот. И самое интересное, он вообще говорит, типа, ну, ты же это, ты же к ним поедешь. А получается, ну, как бы, я не знаю, то ли в глазах его, то ли в глазах общественности. Вы некий такой оппозиционный, оказывается, канал. Я об этом даже не знал. Меня это подзадорило. По крайней мере, я смогу здесь разговаривать свободно своим языком то, что думаю. И мне это нравится, да. Вот. И он говорит, а не боись, что на тебя шишки посыпятся. Вот. А я понимаю, что, ну, а как, ну, о чем мне бояться? Я еще раз, я больше, я в последнее время, когда меня спрашивают о моей причастности. Кто я? Я говорю, что я христианин. И люди, которые пытаются уточнить, а конкретнее. Я говорю, конкретно. Я говорю, покажите мне в Библии, где написано «Баптист», где написано в Библии «Лютеранин», где написано в Библии «Протестант», где в Библии, вот сейчас не побоюсь этого слова, написано «Православный». Нет. Есть в Библии «Христос» и «Вы Христовы», письмо читаемое. Все. Угу. Слушай, ну, я смотрю, вот книгу ты мне подписал для наших зрителей, скажу пару слов, но я вот здесь вижу в предисловии тоже несколько слов Олега Газманова. Расскажи немножко, как ты с ним пел. Ну, скажем так, это… Он называет тебе несколько слов о замечательном человеке. Это, кстати, мне приходится каяться в тщеславие, потому что у меня есть ролик, который он снял специально в мою поддержку. Я включил его в свой ролик в соцсетях. Наша встреча произошла на антинаркотическом лагере. Олег Михайлович приехал, был несколько дней в нашем лагере. Он выступал перед ребятами, дал возможность как бы побыть с ним рядом, то есть вот человек полностью поддержал. Поддержал наше движение выздоравливающих алкоголиков, наркоманов. И мы ехали в машине, мы разговорились, рассказал ему свою историю. Меня его заинтересовало. А потом прошло какое-то время и… А, и он мне еще номер телефона свой дал напрямую. Прошло какое-то время. Там, я не помню, я пару раз там скидывал ему какие-то свои песни, спрашивал его мнение. Все, все, все. И потом в восемнадцатом году, когда появилась идея записать вот этот альбом «Ди беги, лети» со всеми, да. И кто-то из моих музыкантов, аранжировщик, а нет, один музыкант есть, он знал, он не знаком себя с Олегом Михайловичем, он говорит, позвони ему и скажи свою идею. Ну, как-то для меня это было тоже интересно, когда я позвонил Олегу Михайловичу, то на удивление он слышал, что приезжай ко мне домой, мы с тобой об этом поговорим. Вот. Ну, и я на следующий день был в Москве, и мы сидели, разговаривали, я рассказал им концепцию проекта. Он говорит, хорошо, я тебя поддержу, я прочитаю стих. И альбом мой начинается со стиха, который считает Олег Михайлович. Знаете, на самом деле я, в принципе, я знаю, я вижу там по телевизору, да, там иногда ютубовские ролики, что среди вот звезд есть много простых и хороших людей. Ну, ты смотришь по телеку и поймаешь, ну, как бы, ну, не может быть это человек скотиной. Ну, ты смотришь на него. Ну, вот с Олегом Михайловичем мне довелось познакомиться лично. И я рад, что есть люди на планете Земля, которых не совращают, да, и вот ни деньги, ни слава, что они остаются простыми, что они остаются доступными. Не знаю, может быть, для кого там это не так, ну, по отношению там с Газмановым. Но мне вот, мне повезло. Соль есть. А если соль есть, в ней есть сила. Помнишь, как Христос сказал? Это же горе большое, если соль теряет свою силу. Она никому не нужна, ее выкидывает, все бесполезно. Есть соль в тебе, есть соль в том, что ты делаешь. Есть соль в наш, в нас сегодня. Зрители смотрят сегодня нашу программу. Я думаю, кого ты коснется, многих коснется. Твоя судьба, твое служение. Я ожидаю, что кто-то поддержит, кто-то позовет. Сибирь, за Уралием, братья, пастыри, приглашайте Романа Руссаненко. Наверное, после всего мы оставим какие-то твои координаты. Может, email, может быть, я не знаю, как ты посочешь, чтобы могли позвонить. Я есть в YouTube, мы дружим с Димой. Поэтому я в соцсетях, Facebook, контакт, коммуникации есть. Люди спрашивают, советуются там. Все равно мое служение по химической зависимости, оно все равно это часть моей жизни. Спасибо огромное за свидетельство, за все, за сердце, которым ты поделился сегодня со всеми нами. Напомню нашим зрителям наш канал «Взгляд с небесный». Я епископ Альберт Раткин. И сегодня у нас в гостях был Роман Руссаненко, автор, исполнитель, певец, евангелист, не знаю даже. Судите сами, кем он показался для вас. Спасибо вам. Благослови всех Господь.